Итак, добрый день гостям и подписчикам моего канала. Сегодня мы поговорим, мы в моей мастерской, мастерская рыбака, мой новый раздел я создал. И сегодня поговорим мы как из обычной блесны или из обычного воблера за очень короткое время, буквально это займет прямо одну минуту, 30 секунд, сделать блесну или воблер не зацепляй. То есть давайте сейчас рассмотрим все поближе. Мне понадобится, вот у меня наборчик, офсетные крючки, понадобится силикон небольшой, конечно же понадобятся мои воблеры и мои блесны. Так, я для примера показал пару своих блесен не зацепляя, скажу, что сами все вот эти блесны, все виды, они неэффективны, у них нет никакой игры. То есть и при поклёпке тоже происходит часто исходы. Вот такие вот заводские блесны, не зацепляйте. Здесь все очень просто. Я взял воблер, возьмите просто, проведите эксперимент. Я взял блесну с хорошей игрой. Я знаю, как играет эта блесна, я знаю, как играет этот воблер. И что мы делаем? Мы берем офсетный крючок, но небольшого размера, чтобы чуть-чуть побольше был вот этих тройников. И возьму я силикон. Большой силикон нам не нужен. Нам нужен силикон, желательно под цвет воблера или цвет блесны. Вот такой вот силикончик у меня для ультралайта, для маленького джига. Как обычно, вот берем, прокалываем. Как по обычному, я надеваю, все то же самое. Но здесь можно все это сделать немножко в натяжку. Тут как раз вот этого хватает. И прокалываем здесь. То есть натягиваем. У нас как бы получилось монтаж, как я обычно делаю, как у меня вот чебурашка, офсетный крючок. Вы знаете, это обычный монтаж. Смотрите, при поклевке, как бы это не будет зацепляться, меньше будет зацепляться за траву. То есть в натяг, чтобы наша цель, чтобы это все не цепляло траву. Но при поклевке, при поклевке, щука с какой силой это все продавит. Обратите внимание, как это она до суда гнется. Это все продавливается, как бы и происходит засечка. Вот мы вот такое вот сделали. Офсетный крючок с силиконом. Далее. Здесь мы просто 5-секундное дело снимаем вот этот тройник и надеваем. Вот мы надели наш офсетный крючок. Здесь сами смотришь. Вот такой вот у нас силикончик. Регулируйте какой. Ну, я думаю, что это надо небольшой сделать. Большой силикон не надо устанавливать, потому что это должно у нас играть больше функцию незацепляйки, чтобы, конечно же, будет трава цепляться. Никакая незацепляйка не спасает от того, чтобы в любом случае даже незацепляйка цепляется трава. Не так сильно, как на обычную блесну, но она цепляется. И вот мы сделали блесну. Далее вот мой воблер. Вот такой воблер. Мы также здесь, я подготовил уже другой воблер, чтобы не терять время, не закручивать. Можно под цвет сделать. Это абсолютно идентичный воблер. Также я снял тройники и наделал вот все вот эти вот офсетные крючки с силикончиком. То есть, я думаю, под цвет, если это будет белый воблер и белый вот такой силикон со офсетными крючками, я думаю, щука от этого сильно не испугается. То есть, и давайте, смотрите. Вот он воблер. Вот она блесна. Давайте я помню, как играет воблер, как играет блесна это с обычными тройниками. Давайте сейчас это все. Это, вы видите, очень простой, как бы, простой способ, пятисекундное дело. И, как бы, у нас некоторые этим достаточно, как бы, я не сразу сейчас не видел, но говорят люди, что достаточно эффективно этим пользуются, как бы, и без проблем. Практически ничего не цепляют. И они так ловят на мелководье, в траве щуку. Давайте все это проверим в ванной. Так, вот наша блесна. Мы видим, ненасколько не ухудшилась игра, как я вижу, игра просто бесподобная. Это литовская блесна, с набора этого урадского завода вычислительных машин. Обратите внимание, как я вижу, игра просто обалденная. Ничуть не ухудшилась блесна. Это силиконовый хвостик, мне кажется, только придаст какую-то изящность. И, как бы, и не будет ничего цепляться. Как бы, это ничего не стоит. Просто это можно попробовать и поэкспериментировать, как бы, вам. У нас я встречал такой способ, что некоторые баки у нас этот способ применяют. Вот блесна. Теперь проверяем наш воблер. Мало разгона. Но я вижу, вот, разгон, когда начинается, что и воблер может есть только на чуть-чуть, но воблер, вот он, видите, начинает вилять, как бы, ему просто больше нужно размаха. Он тоже так же заглубляется. И ничуть, и не ухудшилась игра нашего воблера. Но посмотрите, если будет под цвет, вот этот силикончик будет под цвет, я думаю, как бы, это лично мое мнение, щуку сильно этот воблер не должен испугать. Ну и, соответственно, все будет меньше цепляться. Итак, ну а на сегодня все. Как бы, сейчас у современного, мне кажется, рыболова, у каждого, у всех есть в наличии, как бы, вот это, овседные крючки, есть в наличии силикон такой. И, то есть, у кого это все есть, не будет проблемы, просто поэкспериментировать и просто вот это применить. Если это работать не будет, нет, нет, там многие даже не потратят ни копейки. Но я думаю, способ достаточно интересный. Можно над этим поэкспериментировать и поработать. Как бы я вот показал, самый элементарный способ, вот она у нас, блесна, вот воблер. Игра блесны воблера не поменялась, когда я поставил овседные крючки силиконом. То есть, и как бы, будет меньше зацепляться травы, потому что острие у нас закрыто. Но на поклевку щуки это никак не повлияет, потому что она прокусит вместе с этим силиконами и соударит. И, то есть, пишите в комментариях, кто пользуется таким способом, как бы. А на сегодня все. Всем, кому понравилось, подписываемся и ставим лайки. Всем пока!